Всем привет! С вами Светлана. Я рада вас приветствовать на своей кухне. Сегодня я буду готовить очень вкусный воздушный хворост. В некоторых странах его называют вергуны, в некоторых крепли, кто как. Но у нас называется это хворост. Он делается на основе кефира. Для этого мне понадобится 500 грамм кефира, 2 куриных яйца. Кефира. Кефир должен быть комнатной температуры, поэтому его заранее достать из холодильника. Добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды питьевой. Добавляем 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку растительного масла. И добавляем муку. Будем замешивать нежное мягкое тесто. Тесто получается немножко ликнущее к рукам. Поэтому мы берём ещё 1 столовую ложку растительного масла. Смазываем руки. И хорошенечко ещё раз вот так вот вмешиваем масло в тесто, чтобы не добавлять лишнюю муку и чтобы не забить тесто мукой. Чтобы наша выпечка получилась нежной, воздушной. Что мы сейчас сделаем? Берём небольшое количество муки. Почему небольшое? Потому что если вы насыпите много муки, то масло у вас будет гореть. Всё-таки эту выпечку мы жарим. Поэтому мукой не увлекаемся. Или вместо муки используйте растительное масло. Можно коврик, например, смазать растительным маслом. И раскатываем вискалку. Берём небольшое количество теста. Раскатываем примерно толщиной 0,7 см. и нарезаем на прямоугольнички. И посередине сделаем натрез. Тесто такое жидковатое, поэтому или немножко муки добавляйте, или смазывайте растительным маслом. И перекручиваем. Берём и одну часть вставляем в это отверстие. Так хворост мы делаем. Нам понадобится тарелочка, простеленная бумажным полотенцем. И после жарки хворост мы перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Масло прогрелось. И теперь опускаем в него хворост. И немножечко так подвиньте, чтобы ничего не перелиться. И жарим до красивого золотистого цвета. Жарим вот до такого красивого цвета. После чего перекладываем на тарелочку, застеленную бумажным полотенцем. Вот такая красота получается. Это очень вкусно. Тесто получается не очень сладким. Поэтому, если вы не планируете посыпать хворост сахарной пудрой, то тогда в тесто добавьте еще одну ложечку сахара. Обязательно попробуйте приготовить. А на этом у меня все. С вами была Светлана. Всем пока!